О геометрии на примере, который довольно быстро приведет к понятию ТОР, бутылка клееная, лист миобиуса, и, что гораздо важно, этот пример гораздо ближе к высшей математике, чем это кажется в первую секунду. То есть, если то же самое делать не на обычной плоскости, а на неевклидовой, может быть, знаете, плоскость Лавачевска, так слышно красиво называется, вот во всем мире называется неевклидовая геометрия, то вы получите гораздо больше разнообразных конструкций, чем это получается на евклидовской, на обычной нашей плоскости. Но по сути то же самое. И вы получите разные поверхности, их можно классифицировать, это связано с очень многими вопросами математики и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, не буду я вам рассказывать эти сложные вещи из высшей математики, и, собственно, Шапаревич с Никольным тоже не рассказывали их. Представьте себе, что вы обладаете космическими кораблями, телескопами, линейками. Можете измерять расстояние. Как вы считаете, вы можете проверять теоремы геометрии на Земле и в ближайшем космосе? Вы можете взять какие-нибудь точки, измерить расстояние между ними, можете? Вы можете измерить угол, измерить этот угол, измерить этот угол, можете? А дальше проверяете. А как у нас, которые есть для треугольника? Верните для этого настоящего, пространственного треугольника. Одно дело, геометрия, которое преподают в школе. Там у вас есть прямоугольник, треугольник, например, у вас там есть его катер, замечательно. Есть прямой угол, есть лепетинус, замечательно. И есть теория Пифагора. Ну, это, конечно, не единственная из теория геометрии, но одна из. Теория в учебе, она доказана. Интересно, в настоящем пространстве, в котором мы живем, она верна или нет? Вообще-то, не одно и следующее, во-первых. Это физический эксперимент. Мы можем измерить одно расстояние, измерить другое расстояние, измерить третье расстояние, да? Точно сделать другую угол прямой, посмотреть, верна тере, Пифагория ли? Еще как-нибудь, еще как-нибудь, еще как-нибудь. Если вдруг, в какой-то момент выяснится, что неверно, вот это будет великое физическое открытие. Потому что мы поймем, что на самом деле школьные геометрии неправильно описывают в них. Нужна какая-то другая, будем писать какие-то другие формы и так далее. На самом деле, в физике уже произошло. В начале 20 века Альберт Ильич Дмитриев доказал, что на самом деле геометрия пространства, в котором мы живем, она совсем не такая. Выяснилось, что там, где есть тяжелые тела, есть вообще, где есть любая масса, и тела искривляют пространство. И, соответственно, прямые, которые мы с вами рисуем, это будут, так называемые, геодезическими. Ну, я подозреваю, что из всех присутствующих тут максимум один человек из школьников знает, кто такой геодезический, и то мой сын, потому что он уже постарше вас. А остальные, боюсь, это слово не знаю. Это то, что называется кратчайшие линии. То есть, если у вас есть какая-то поверхность, вы пускаете по ней шарик, луч света, он идет по кратчайшему пути. Кстати, философский вопрос. Если вам дали какую-нибудь линейку, ну, я не знаю, какую. Вот, например, продолжать можно? Да, да, представим, продолжать. А вот это прямой отрезок или не прямой? Прямой. А как это проверить? Вот как узнать, что такое прямая? В принципе, что такое прямая? Путь ученых. Но на линии, которая... Путь? Нет. Линия, которая что? У которой нет начала и конца, ее можно проводить до... Линия нет начала и конца, ее можно продлевать бесконечно. Знаю такую бега. Не от начала и конца. Ну, на самом деле, даже вот и такой линии нет начала и конца. Вы скажете, что вот она плохо изогнута, а эта линия, окружность везде одинаковая. Замечательно. Но чтобы знать, какой изгиб, надо уметь измерять расстояние. Правильно? Чтобы уметь измерять расстояние, расстояние мы не измеряем по отрезку. Надо знать, что такое прямая. Получается, что чтобы знать, что такое прямая, вы должны знать, что такое прямая. Давайте вспомним. Вспомним себя в начале седьмого класса. Кто из вас может объяснить, что такое прямая? Путь луча света. Плохо. Коля знает. Путь луча света. Ребята, удивительным образом проявление. Это действительно правильное определение физики. Прямая – это траектория, по которой движется свет. А дальше – знаменитый эксперимент. Знаменитый, действительно, один из важнейших экспериментов в физике. Он был такой. Вот смотрите, когда у вас есть Солнце, то, как известно, Земля не уходит. Правильно? Замечательно. Представьте себе, что у вас есть какая-то звезда. Эта звезда, естественно, светит. Мы здесь можем поставить телескоп, посмотреть, в каком направлении это звезда. Отлично. Все отвечали. А ты представьте себе, что этот луч пройдет рядом с Солнцем. Тогда произойдет замечательное штрих. На самом деле, этот луч света будет при дитяном Солнце. И произойдет не такая штука. Она такая. Здесь он идет по прямой, а вот здесь он не согнулся. Он скрылся. Он исказился. Соответственно, на самом деле, вот такой луч попадет в Землю. Это действительно было на опыте увидено. Это очень трудно сделать. Потому что, когда вы смотрите на звезды, желательно осмотреть печень. Вечером, да, ночью. Потому что Солнце, очень мощный источник света, и попытка направить телескоп на Солнце даст просто вам полностью за свечу обратить. Нет, есть, конечно, телескоп, который специально смотрит на Солнце, но, понимаете, они при этом звезд не видят. Что нужно было сделать для того, чтобы вот такой веком наблюдать? Солнечное затмение. Нужно было солнечное затмение. То есть, Луна закрыла. Это еще было в докосмическую эпоху. Сейчас, в общем, проблем нет с такого типа наблюдениями, потому что вы можете себе устраивать затмение, да, при помощи просто в космосе аппаратов. Но тогда это было сделано, что называется, без запуска спутников. Это было сделано во время затмения, когда Луна закрыла Солнце, и, соответственно, удалось пронаблюдать. Роднеется там, он совсем не такой большой, как я рисовал, потому что Солнце, это все-таки не такая уж массивная звезда, чтобы так искреблять пространство. Так вот, ребята, действительно было доказано, что пространство искреблено. В 2017 году было еще лучше. Экспериментально просто-напросто поймали, может быть, вы слышали, физики капитационные волны. Просто вот на эксперименте наблюдали капитационную волну. Так что выяснилось, что вот эти вот слова про искребление пространства, про теорию относительности Эйнштейна, это все не игры абстрактные, а действительно вполне себе реальные, наблюдаемые, абсолютно наблюдаемые величины. Кстати, как только пошли космические аппараты, то стало намного легче с наблюдениями, потому что космические аппараты движутся довольно быстро, и, соответственно, эффекты всякие Эйнштейновские действительно реально наблюдаются. Так что, эта теория из гипотезы, которая была вначале, очень быстро стала абсолютно надежно доказанной, и так далее, и так далее. Но меня сейчас интересует не физика, а меня сейчас интересует строго математическая такая постановка вопроса. Ребята, давайте забудем про тела типа тяготейки, про вот эти вот тяжелые массы, про то, что пространство может искрепляться. Давайте представим себе, что мы имеем дело с, что называется, пустым пространством. Ну, опять физик вам возразит, скажет, что что такое пустота, не бывает, чтобы совсем ничего не было, потому что там, где совсем ничего нет, там вообще бессмысленно о чем говорить, да? Вот, ну, тем не менее, мы отнесемся как к математике. Есть всегда пустое пространство, и мы такие легенькие, маленькие, бегаем там, измеряем, и выяснилось, что все расстояния такие же, как положено в евклидовый диаметр. Давайте будем говорить, что все расстояния, все теоремы такие же, как в нашей школьной евклидовой диаметике. Вопрос. А в таком случае пространство целиком, оно обязательно евклидовское? Или оно может отличаться от евклидовского? Ну, в самом вопрос, конечно, кажется, муратским, потому что, ну, как, если все такое же, как у евклидовского, значит, все такое же, как у евклидовского. Но я сейчас внесу одно отволнение. Ребята, а можете ли наблюдать бесконечные отрезки? Очевидно. У вас в каждый конкретный момент есть телескопы на вполне конкретное расстояние. То есть, конечно, современные телескопы могучие, они с очень большой точностью измеряют и так далее. Но все равно они не бесконечные. И никогда видно не будут бесконечными, потому что невозможно себе представить бесконечную точность картинки. Да, вы можете фотографировать с неким решением, можете улучшить телескоп, увидите больше, улучшить, 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 но невозможно это бесконечно. Надо себе представлять, что у нас есть телескопы, которые дают возможность измерять внутри шара некоторого радиуса. То есть есть наблюдатель, это я или вы, и вокруг него есть шар некоторого радиуса. Давайте этот радиус обозначать буквой L. Слушай, что внутри этого шара мы точно знаем, что диаметрия такая же, как и внутри шара. это еще такая вещь. Я сейчас предположу, что мы с вами на самом деле не находимся в каком-то особом положении во Вселенной. Между прочим, это сильная футбизация. В свое время за отрицание того, что мы на особом положении во Вселенной даже сжигали, были такие всякие инвестиционные процессы, потому что церковь считала, что Земля находится в очень особом положении. Сейчас католическая церковь уж точно спокойно относится к тому, что Земля одна из планет. У других разных религий разные мнения по этому поводу. Но давайте мы сейчас все-таки с вами будем считать, что наша точка является одной из... И наложим такое требование. у любой точки есть шарик, внутри которого все устроено ровно так, как понятно, да? Ровно, ровно, ровно так, как в Евглидовской геометре. И вот эта величина f пусть для всех точек будет одна и даже. Давайте называть это в шаре радиуса r диаметрия, ну, можно это вот стереометрия, диаметрия не здесь и школьные навыки, а диаметрия, в смысле, какие расстояния между точками коньей углы, диаметрия совпадает с львкидовской. Наложим такое условие. Причем для любой точки. Какую точку вы берете, точка вон, произвольная совершенно, точка в пространстве, у нее, когда берете шар радиуса f, то получается ровно так же, как у Евглидовской. Да, еще разумеется, чтобы было легче, я иногда буду говорить не о стереометрии, а о планиметрии, а иногда, и сейчас я это сделаю, даже буду считать мир одномерным. Дело в том, что тогда некоторые вещи проще объяснить, но в пространстве я уже понимаю. Представьте себе, что у нас есть мир, где, когда точку берешь, у нее есть окрестность радиуса r, которая устроена так же, как отрезок прямой, отрезок длинной порядки. Вопрос. Обязательно ли в таком случае эта вселенная, состоящая из точки прямой, эта вселенная обязательно ли является прямой? Как вы считаете? Итак, в некотором мире какую точку ни возьми, от нее можно пойти в одну сторону, можно пойти в другую, и при этом пока идешь на расстояние r в одну сторону и на расстояние r в обратную, то ничего нового по сравнению с евклидовской прямой не бывает. Обязательно ли этот мир прямой? ну да, вы говорите, а если подумайте, кто знает пример, когда это не прямая? И чем это может быть? Окружность. Это может быть окружность. Какой длины? 4. Например, «Мерчик» или «Эра». Тоннель метро, представляете? Представляете? Вообразите себе, что у вас построен тоннель метро, чуть-чуть выгнутый в какую-то сторону, но в нем нет никаких... Ну, в настоящем тоннеле там есть всякие служебные коридоры, на самом всяком сложном хозяйстве, а пусть этого нет. Просто длинный-длинный-длинный тоннель. Вы будете чувствовать разницу между изогнутым таким тоннелем и прямым таким тоннелем? Дешево никакой. Нет, если поезд, вы можете почувствовать разницу на поворотах вам нужно будет резко поворачивать, да? А если вы человек, то вы идете и если он как угодно криво расположен на этот тоннеле, вы или так, или так, все равно вам надо идти. Вот если вы могли вам запрещено и если вы движетесь только в этом самом тоннеле, то такой путь принципиальный никак отличается от этого. Соответственно, может случиться что-то география. Магеллан, помните? Что сделал? Поплыл по одну сторону, плыл, 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 и что сделал? Вернулся с другой стороны. Правильно? Вот. Нет, причем он мне что-то сделал сознательно. То есть к тому моменту люди уже поняли, что да, так должно быть. Путь мог запрнуться. Между прочим, астрономы на полном серьезе фотографируют далекие участки Вселенной, то все время проверяют. А вот интересно, есть ли тот участок мы сфотографировали, а нет ли участка, который в другом направлении, но такой же? Это является экспериментом для астрономов. Вообще-то можно было бы себе представить такую замечательную картинку, что вы идете в одном направлении, запускаете космический корабль, он летит, 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 летит. Ну, правда, конечно, никакой человеческой времени для этого не хватит. Более того, вы знаете, что там ведь фокус, что Вселенная расширяется, поэтому там будут совсем большие с этим проблемы, но тем не менее даже абстрактно пока. Полетели и вдруг раз и прилетели с другой стороны. Если Магеллан смог, почему мы не сможем? Абсолютно не акклотировано. Более того, скорее всего, это не так. Но это одна из вещей, которую надо проверять. Кто его знает, а вдруг зациклен? И сейчас я приведу вам пример не окружности, а похожего на окружность на самом деле мира, который двумерный и в котором выполнено вот этот условие. Вот не в шаре, а в круге. Для этого мира есть такой радикус, что какую точку не возьми, а расстояние в круге радиуса F будут не привос... будут такие же, как... не будут отличаться от имплицов. Кто-нибудь может сказать или нет? Лента Мебиуса. Лента Мебиуса. Продолженная. Еще что? Продолженная. Тор. чтобы не возглав. ты назвал слово Лента Мебиуса. Раз. Еще что? Тор. Тор. Два. Еще что? Запишу слова, которые сейчас прояснес Коля, потому что их надо объяснять. Итак, лента Мебиуса. Тор. Тор. Третья сфера. Сфера. То есть ты думаешь, что можно сделать, чтобы сфера была локально такая, как плоскость. Очень интересно. На самом деле нельзя, но интересно объяснить, почему нельзя. Так, сфера. Еще что-то знаешь? Диаметрия в малом совпадающая с плоскостью. Какая еще бывает? Можете ли вы привести пример объекта, который локально... Так, во-первых, на этом объекте между любыми двумя точками должно быть их состояние. Во-вторых, там между любыми двумя кривыми кладками можно измерять угол. То есть это локально должно быть все так довольно хорошо устроено. нужно себе представлять, что это сшито из кусочков плоскости. Я объяснил сегодня, что это мёберус, это все объяснил. Почему сферы не бывает какой-то, тоже объяснил. Но на самом деле есть еще, есть еще кое-что, что Коля забыл сказать. Это самое простое забыто. Совсем простое забыто, потому что вообще все знают. Что локально устроено так же, как плоскость? Он открывает. кто многогранник, в вершине будет плохо. Он похож на сферу и нельзя по той же причине по какой сферу нельзя. Это я объясню сейчас. Плоскость, конечно. Конечно, сама плоскость. Сама плоскость, разумеется, локально устроена так же, как плоскость. Давайте я даже нумерую единички. плоскость это безусловно так. Еще что есть. Локально это устроено так же, как сфера. Так же, плоскость. Заметьте, пожалуйста, я не зря присвоил номер один плоскости, потому что это самый понятный объект. Двойку я еще не написал, потому что все, что написано на доселе, это сложнее, чем поверхности, а не так, как пространстве. Надо представлять, что человек бегает по поверхности, когда измеряет это состояние. Поверхность пространства, которая локальна, как плоскость. В малом, в круге радусом r она должна быть устроена так же, как Фройд в плоскости. Представьте, что r это вот такая длина, вот такая дуга, и здесь вот такая дуга. Мне тогда было сказали, важно, чтобы эти дуги не пересеклись. Не правда. На самом деле надо, чтобы стояние между любыми двумя точками было такое же, как на прямом. Смотрите, если бьешь расстояние между этими двумя точками, то оно, конечно, вот такое, все замечательно. Если между этими двумя, оно такое. А вот если между этими, то на самом деле можно их мерять вот так, но оно будет больше, чем если выделять вот так. Поэтому неправда. Здесь надо писать больше двух, здесь надо писать побольше четырех. Вот тогда действительно кругосветное путешествие будет что-нибудь приезду для этого мнения расстояния, и тогда действительно расстояние между любыми двумя точками надо учитывать, что занимается, чтобы не было никаких вот таких способов сократить расстояние. Есть такая известная всем поверхность. Потому что, вы не такую вы знаете поверхности с понятной диаметой. Она легко сворачивается из плоскости. Да? Целиндр, конечно. Конечно, целиндр. Итак, ну, нумерация естественно она является моей. В том смысле, что это для меня сейчас удобно в какой-то порядке я буду рассказывать. Итак, давайте поговорим. Есть плоскость, есть цилиндр, есть тор, есть лент из Мёберуса. Эйкл знает слова, которые всегда произносят, когда говорят цилиндр, лент из Мёберуса, бутылка, тор, да? Бутылка, клеить. Без бутылки не бутылки.